Здравствуйте, это новости на телеканале Хабар. Названные причины авиакатастрофы в Жамбылской области по предварительной версии комиссии, которая работает на месте крушения Ан-2, воздушное судно могло упасть во время аварийной посадки. Возможно, падения спровоцировали плохие погодные условия. Напомню, ЧП произошло накануне. На борту судна находились 7 человек, четверо из них сотрудники компании «Казахмыс» и три члена экипажа. Самолет вылетел из Балхаша на рудник Шатыркуль в полдень. Авария произошла спустя примерно три часа. Тут же были организованы поиски. В операцию участвовали более ста человек и десятки единиц спецтехники. На месте крушения из-под обломков самолета спасатели извлекли тела шестерых погибших. Единственная выжившая главный геолог ТО Балхаш Цветмет Асем Шаяхметова сейчас находится в больнице города Шуи. Ей оказана необходимая помощь. Сейчас женщину готовят к операции, которую проведут местные врачи при участии столичных медиков. Падение самолета в Жамбулской области – одна из крупных авиакатастроф в Казахстане по количеству жертв с участием Ан-2. Компания «Казахмыс» выразила искренние соболезнования родным и близким погибших. Названы имена погибших в авиакатастрофе в Жамбулской области. Это члены экипажа Ан-2 компании «Олимп Эйр», командир Ан-2 Клюшев, второй пилот Ан-2 Савельев и бортмеханик Литвинов, а также сотрудники компании «Казахмыс» – директор департамента технического развития Тулиубеев, главный механик Балхаш-Цветмет Ибраев и начальник отдела технического и инвестиционного планирования Балхаш-Цветмет Исмагамбетова. И к новостям в мире. В Сирии продолжается вооруженное столкновение между правительственными войсками и радикалами. Ожесточенные бои не прекращаются в приграничных населенных пунктах. По данным агентства «Рейтерс», уничтожено несколько заводов по производству химического оружия. А число жертв кровавой войны растет с каждым днем. Только за последние несколько дней погибли 65 мирных жителей. Военные и пожарные находят тела жертв на улицах городов и отправляют в местные морги. Как сообщает местный СМИ с 2011 года, жертвами гражданской войны в Сирии стали около 200 тысяч человек. Швейцарский город Давос. На востоке страны съезжаются представители мировой финансовой и политической элиты. Более 40 глав государств и 1500. Бизнесменов со всего мира примут участие во Всемирном экономическом форуме. Более известном как Давосский форум. Рост и политический риск – это горячие темы нынешнего съезда. Кроме того, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы падения цен на нефть и проблемы в банковском секторе. Участники форума надеются выявить перспективы мировой экономики и выработать общую стратегию для спасения нынешнего положения. Экономический симпозиум в Швейцарии пройдет с 21 по 24 января. «Мы здесь для того, чтобы выработать иммунитет для улучшения состояния всего мира. Этот год определит дальнейшую судьбу человечества. Конечно, это отразится и на программе нашей ежегодной встречи в Давосе». Два миллиарда долларов готовы инвестировать Объединенные Арабские Эмираты в создание предприятий в Карагандинской области. В регион прибыли представители свободной экономической зоны Аджман. Напомню, Карагандинская область и СЭС Аджман подписали меморандум о сотрудничестве по развитию специальной экономической зоны Сараарка. Бизнесмены из Эмиратов готовы построить в регионе заводы по производству канализационно-очистных сооружений, электролинии и домостроительных комбинат. «Для нас очень важна эта встреча. Наши специалисты будут проводить исследования совместно с вашими. Мы будем реализовывать эти проекты. Мы будем работать, обмениваясь опытом». Уже около трех недель работает Евразийский экономический союз. ЕАЭС как бренд сформированный. Сегодня стоит вопрос, каким образом дальше продвигать, позиционировать этот бренд. Результат качественного брендинга, интеграционного объединения – это завоевание внешних рынков, привлечение инвесторов и туристов. Но нельзя забывать о тех брендах, которые создавали и развивали, чью репутацию берегли компании всех форм собственности Казахстана, России, Беларуси и Армении. О защите брендов в рамках ЕАЭС в процессе важном как производителю, так и потребителю материал Дмитрия Двойнева. В эпоху первого появления в странах бывшего Советского Союза западных товаров, кто не помнит, кроссовки «Риебунс», спортивные костюмы «Абибас» и футболки «Кума». В настоящее время таких прямых копий стараются уже не делать. Методы копирования стали тоньше, а компании «Паразиты» изобретательнее. Достаточно известные и молодые, но уже твердо стоящие на ногах. Казахстанские, российские, белорусские торговые марки, возможно, в перспективе будут выходить под общим брендом. Сделано в ЕАЭС только это дело будущего, а дело о времени настоящего – защитить производителя наших стран от плагиата, пиратства, испорченной репутации и потерянной прибыли. Подделка брендов – это не просто некая разовая акция со стороны производителя нелегальной продукции, – это удар по экономике. Потеря имиджа своего бренда наступает достаточно быстро. На импровизированной выставке, что называется, проблема лицом оригинала рядом с подделками и отличить контрафакт не всегда может даже специалист. Давно не секрет, что пираты занимаются промышленным шпионажем, что позволяет им обманывать потребителя. Контрабандисты, которые всем балуются, в действительности очень серьезно работают. То есть у них есть, по всей видимости, люди, которые работали ранее в больших мультинациональных компаниях. То есть они зачастую используют даже те же каналы сбыта. То есть они знают, как с потребителем, как с торговой точкой общаться. Руководитель Конфедерации предпринимательства Белоруссии Владимир Корягин отмечает, что без единого механизма защиты торговых марок в рамках ЕАЭС работать будет очень сложно. Эксперт признает, что свои же марки сегодня подделывают на территории экономического союза и ежегодно выявляются сотни таких случаев. Были и подделки под белорусское. То есть это было и с молоком происходило, и со сгущенным молоком это происходило, и с некоторыми другими, особенно продукция легкой промышленности. Подделка белорусской косметикой. Очень много проблем с существующим, с контрафактом, с серым рынком. То есть опять-таки здесь же не сам бизнес должен противодействовать. Полагаю, люди в погонах должны более активно работать и отрабатывать свои деньги. Чаще других подделывают одежду и аксессуары. Западные бренды формировались многими десятилетиями и научились противостоять тем, кто пытается их копировать. Но многим казахстанским, белорусским, российским, армянским маркам нет и 20 лет. И успех в их защите возможен только при консолидации бизнеса и государства. Дмитрий Двойнев, Александр Шурмелев, Минск. Шымкенте из отходов будут получать доходы. К запуску готовится предприятие по утилизации оргтехники, ртуть, содержащих ламп, аккумуляторов, макулатуры и отработанных масел. Руководитель предприятия Самат Мукушев уже закупил первую партию оборудования на 180 тысяч долларов США. В цеху работают шесть человек, но с запуском производства рабочих мест станет больше. Отходы сюда начали привозить госучреждения. А вот частные компании еще не готовы платить деньги за утилизацию мусора, признается бизнесмен. Хотя того требует закон. Килограмм оргтехники на этом предприятии принимают по 20 тенге. Энергосберегающие лампочки от 70 тенге за штуку. К слову, переработанные отходы получают вторую жизнь. Из пластмассы делают вешалки, а из компьютерных плат получают дорогостоящий материал. Переносное оборудование, которое может производить утилизацию ртути, содержащих ламп на месте объекта. Планируем выезжать в Кызыларду, в Тарас с этим оборудованием. Золотой пояс Международной федерации бокса АИБА прибыл в Астану. Этот трофей достанется победителю предстоящего в столице Казахстана финального боя новой всемирной серии APB. На кожаный с позолотой пояс претендует наш земляк Берек Абдрахманов. Казахстанский боксер встретится в решающем поединке в весовой категории до 60 килограммов с Хуршидом Тажибаевым из Узбекистана. Но все же главным призом будет не золотой пояс чемпиона серии APB. Станет обладателем лицензии для участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Бой Абдрахманова с Тажибаевым состоится 30 января в спорткомплексе Даулет. В Астане в этот вечер также пройдут еще три поединка серии. Кроме того, станут известны победители и в других весовых категориях, поединки которых пройдут в Азербайджане, Италии, Болгарии и Аргентине. Казахстанка Юлия Галышева стала бронзовым призером чемпионата мира по фристайлу, проходящего в эти дни в австрийском Крайшберге. Юлия является одним из лидеров мирового фристайла в дисциплине «Могул», что и доказала в Австрии. В состязаниях по параллельному «Могулу» Галышева успешно преодолела квалификацию, а затем стадию 1-8 и четвертьфинала. И лишь в полуфинале Казахстанка уступила будущей чемпионке мира американке Ханни Кирни. Ну а в дуэли за бронзу Юлия Галышева уверенно взяла верх над соперницей из Канады. Стоит отметить, медаль Галышевой стала первой наградой для Казахстана за всю историю чемпионатов мира по фристайлу. И к этому часу у нас все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok